Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Я продолжаю свой рассказ о Витилиго. В этой статье я расскажу вам о клинической картине и классификации Витилиго. Что касается клинической картины Витилиго, то заболевание начинается, как правило, незаметно. Редко появлению заболевания предшествует небольшой зуд, парастезии в виде покалывания, ползания мурашек или первичная эритема, или розовое пятно при Витилиго. Пятна при Витилиго четко очерчены, как вы видите на этих фотографиях, имеют ровные или фистончатые края, чаще округлых очертаний. Цвет пятен может быть от белого до молочно-белого. Кожа в очагах поражения, кроме нарушения окраски, внешне не изменена, без признаков атрофии, шелушения. Нередко в пятнах, расположенных на открытых участках тела, чаще лице, шее, груди, конечностях и подверженных частому ультрафиолетовому облучению, можно наблюдать не только гиперемии, но и шелушения, и даже толщения кожи. Размеры, очертания, количество и локализация пятен у каждого пациента индивидуальны. Однажды появившиеся очаги допигментации при Витилиго могут, не изменяясь, существовать годами, или процесс на коже прогрессирует, сопровождается увеличением размера пятна, слиянием старых очагов и появлением новых. Пятна нередко возникают на месте травматизации кожи. Это называется изоморфной реакцией или феноменом Кёбнера. Возможно также случай спонтанного исчезновения очагов Витилиго. Самая произвольная репигментация, обычно частичная или временная, наблюдаться может у 20-15% больных, преимущественно после солнечного облучения. На что необходимо обратить внимание, что предопределить, как в течение жизни будет себя вести Витилиго у пациента, невозможно. Совершенно не обязательно, если у пациента имеется единичный очаг Витилиго, то в будущем у него появятся множественные очаги допигментации на всех участках тела. Поэтому не надо переживать за будущее, не надо смотреть различные картинки и сравнивать, как бы или примерять их на себя, что с вами будет в будущем. Это неправильно. И кроме как различных моральных терзаний, вам это ни к чему, ничего не добавит к жизни. Поэтому совершенно неизвестно. В течение патологического процесса при Витилиго описывают, есть такие варианты, как стабильное. Это появившееся белое пятно остается неизменным на протяжении многих лет. Прогрессирующее. Это процесс депигментации, постепенно прогрессирует, медленно или быстро. И нестабильное Витилиго. То есть часть белых пятен увеличивается, тогда как другая их часть может регрессировать. Как ведет себя Витилиго на момент обращения пациента к врачу, имеет важное практическое значение для назначения того или иного комплекса лечения, о котором я рассказывал в предыдущих своих статьях на блоге. Как я уже сказал, в процессе течения Витилиго на фоне лечения, а иногда и без него, часть пятен может в большей или меньшей степени восстанавливать свою исходную окраску, то есть репигментироваться. О репигментации свидетельствует появление резкой фистончатости краев, в краевой тип репигментации, который представлен на этой фотографии, вы видите, динамиком. Здесь пациентка на лечении. Сглаживание и очертания границ, а также может быть появление вкраплений пигмента в очагах депигментации в виде мелких точек. Вот на этой фотографии представлен так называемый перифолликулярный тип репигментации, которая обусловлена миграцией меланоцитов из волосяного фолликула. Иногда отмечается сочетание витилига с невосом сеттона или галоневос. Это пигментный невос, окруженный по периферии участком депигментированной кожи. Или может сочетаться с ахромотрихией. Это обесцвечивание прядей волос на голове в области роста ресниц, бровей. Вот представлена на этой фотографии ахромотрихия. Или леи конихии. Это образование на ногтях белых пятен. Что касается классификации витилига, в настоящее время выделяют несегментарное витилига, когда область поражения выходит за пределы одного сегмента и имеет симметричное двухстороннее расположение. И сегментарное, когда область поражения находится, как правило, в границах одного сегмента или имеет одностороннее расположение. Есть такая статистика, как несегментарный тип витилига встречается в 72-95% случаев. Для несегментарного типа характерно симметричное распределение пятен по телу пациента. Несегментарное витилига подразделяет на несколько подтипов. Фокальный подтип, генерализованный, акрофациальный подтип, универсальный и выделяет еще витилига слизистых оболочек. Сегментарный тип витилига встречается в 5-28% случаев. Ему характерно, как вы видите на этих фотографиях, одностороннее распространение пятен на теле пациента и начало заболевания в раннем возрасте. Средний возраст пациента сегментарного витилига составляет 15,5 лет. Считается, есть такая пятница, до 10 лет в 41% случаев и до 30 лет в 87% случаев появляется сегментарный тип. Некоторые авторы, ученые, высказывают мнение, что сегментарный и несегментарный типы витилига являются совершенно разными заболеваниями, имеющие различный патогенез и генетическую основу. Но это до конца еще не ясно. Еще выделяют смешанный тип витилига при сочетании сегментарного и несегментарных типов и неклассифицированный тип. Распределение на указанные типы связано с особенностями анатомии человека, идущие от кожи чувствительные нервные волокна входят в спину и мозг через специализированные образования, называемые задними корешками. Волокна, проходящие через пару симметричных левой и правой задних корешков, иннервируют ограниченный, но располагающийся на обеих сторонах тела, участок кожи, называемый дерматомом. Участок кожи, ассоциированный с какой-либо одной из симметричной пары нервной ветви, называют сегментом. То есть сегмент – это правая или левая сторона дерматома. Таким образом, тело человека может быть разделено на симметричные участки, соответствующие каждому из позвоночных нервов, как вы можете наблюдать вот на этом рисунке. Всего выделяют 30 пар. 8 – шейных, одна головная и по одной для каждой из 7 шейных позвонков, 12 – грудных, 5 – поясничных и 5 – крестцовых. При несегментарном типе витилиго начало заболевания возможно в любом возрасте. Возникновение новых пятен и увеличение их площади может происходить с различной скоростью на протяжении всей жизни. Часто они склонны к росту и слиянию. Для несегментарного витилиго характерно симметричное распределение пятен по телу пациента, как я уже сказал. Фокальный подтип, что вы можете наблюдать на этой фотографии несегментарного витилиго, характеризуется единичными пятнами, расположенными в одной области кожного покрова, не составляющим сегмента и, как правило, стабильным клиническим течением. Редко и возможно его развитие в генерализованные формы. При акрофациальном подтипе поражаются только дистальные отделы конечности кистей и лицо, что вы можете наблюдать. Вот на этих фотографиях вы видите поражение лица и кистей. При генерализованном подтипе области поражения затрагивают лицо, шею, туловище, локти, колени, пальцы, рук и ног, ладони, ступни. В случае превалирования больше 80% поверхности тела пораженных участков над областями с нормальной пигментацией считают универсальным подтипом. Сегментарный тип витилиго характеризуется быстрым начальным этапом и последующей стабилизацией заболевания в течение 1-2 лет с момента начала без тенденции к дальнейшему прогрессированию. В случае отсутствия терапии пятна сохраняются неизмененными на протяжении всей жизни. В 51% случаев при сегментарном витилиго поражается лицо, в 20% в 25% туловище и в 24% конечности. В отличие от несегментарного, при сегментарном витилиго отмечается раннее вовлечение меланоцитов в волосяных фолликулов. До 50% у пациентов с сегментарным витилиго имеется поседение волос в пораженных участках. В настоящее время четких критериев активности витилиго нет. Согласно оценке по шкале есть такая вида витилиго disease activity за прогрессирование витилиго принимает увеличение существующих очагов депигментации или появление новых в течение последнего года. Отсутствие роста и появление пятен в течение более одного года характеризует стабильное витилиго. Еще существует понятие нестабильное витилиго, когда часть белых пятен увеличивается, тогда как другая их часть может регрессировать. Зачем все это нужно? Прочитав, конечно, у вас это все возникает. А зачем нужна эта классификация? Ну, во-первых, эта классификация помогает лучше понять и изучить это заболевание. Во-вторых, из данной классификации вытекают важные практические выводы для лечения витилиго. Ну, например, есть методы лечения, которые применяются при всех типах витилиго. Фототерапия, применение антиоксидантов, местной терапии и другие. Однако, считается нецелесообразным назначение системных кортикостероидов, то есть таблеток внутренней инъекции при сегментарном витилиго. Или, в случае неудовлетворительных результатов терапевтического лечения при сегментарном стабильном витилиго, более оправданно и показано хирургическое лечение. О чем я как-нибудь подробно напишу статью в своем блоге. В следующей же своей статье я расскажу вам о диагностике витилиго и с какими заболеваниями его необходимо дифференцировать. Жду ваших комментариев и вопросов. Подписывайтесь на мою страничку. Напоминаю вам, что вы также можете задать мне личный вопрос на мою почту в моем блоге в разделе индивидуальной консультации. С уважением, Константин Ломоносов. Спасибо. Продолжение следует...